Ну я возвращаюсь в аэропорт и вот как раз такая небольшая парижская пробка. Никуда не деться, не всегда будут пробки, потому что количество машин увеличивается. Буквально сколько там, полтора часа я проехался по Асенам улице, Парижа посмотрел и сделал видео о настоящих достопримечательностях. Но все равно вот я бы не мог жить в Париже, не смог бы. Вот что-то не то. Та энергетика, которая есть в моем линии в Нью-Йорке, ее нет в европейских городах. Видишь, это город, ну это мое мнение опять же, на недельку приехал, по музеям походил, посмотрел. Ранчик и посидел, пробовался на чистоту, на красоту зданий, но жить нет. В Нью-Йорке все-таки такой рак жизни, действительно. То есть не только достопримечательностей, но и реальная жизнь. Нет в Париже небоскребов. Не выпьешь коктейль, находясь на 40-ом и 50-ом этаже. В Нью-Йорке есть. Тут надо язык знать. В Нью-Йорке можно о русском разговаривать со всеми. Вот он переключил, а сейчас тоже на другой режим. То есть, когда на трассу выезжаешь, не переключает режим на приборчик, который считает небликим. Как он мне сказал, в районе 100 евро в некоторых моментах. У меня еще остается время превысить, забрать всю сумму, которую я сдал на перекрадение и вылететь дальше по Европе. У меня несколько стран запланировано. Хотя очень короткая поездка. Буквально недельно. Я тоже. Но вы страны посетите. Напоминаю, что это проект «Русская Америка» между Юриемоши. Добавляйте меня во всех социальных сетях. Всегда увидите самые-самые последние новости о жизни в русских США. Я есть в Инстаграме, есть в Твиттере, в Фейсбуке, на классиках ВКонтакте. Читайте также мои блоги в Жоу-журнале. Ну и, конечно, в Ютубе, в Яндекс.Видео. Есть мои видеоролики, не привязанные к какому-то единому каналу. Просто в поиске пишите либо «Юриемоши», либо «Русская Америка». «Русские 하는데оролики» В Дак catal Bliss В Дакаре